Здравствуйте, в эфире современный разговор с членом наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидатом экономических наук, инвестиционным аналитиком, русским евразистом Александром Розуваевым. Здравствуйте, Александр, рад вас приветствовать вновь. Добрый день, тоже очень рад вас видеть. Александр, вчера в Азербайджане обсуждаемыми были две основные темы. Одна из них связана с тем, что российские миротворцы покинули территорию Азербайджана. Что вы можете сказать по этому поводу, учитывая то, что вокруг российских миротворцев было очень много разговоров, и азербайджанская сторона, вот общественность, выражала недовольствие их действиями, армянская сторона выражала, значит, недовольствие их действиями. Многие говорили, что они здесь навсегда. И вот показало время, что они даже, как бы, Москва раньше намеченного срока вывела своих миротворцев из территории Азербайджана. Я всегда говорил, что Карабах — это не Южная Осетия, это не Приднестровье. Тема Карабаха закрыта. Армян больше в Карабахе нет. Карабахская республика самораспустилась, поэтому нет никаких причин оставаться российским миротворцем на территории Азербайджана. Просто, как бы, нет никаких оснований для этого. Ну, как вчера было сказано по российским телеканалам, 2020 год было трехсторонним соглашением. Теперь это уже решение на высшем уровне России и Азербайджана. По той простой причине, что, в общем, Армения признала, что Карабах — это территория Азербайджана. Соответственно, нет никаких оснований, чтобы россияне там оставались. Я думаю, что без проблем полиция Азербайджана обеспечит там безопасность. Я думаю, что через несколько лет это будет туристический кластер. Может быть, и россияне своими инвестициями там поучаствуют. Что мы видим? Ну, так или иначе, в общем, история завершилась по факту еще осенью 2020 года. Были, конечно, завершающие аккорды в прошлом году. Она завершилась раньше, чем думали в 2020 году. Обсуждать больше нечего. Вторая тема у нас — то, что Макрон отозвал посла Франции в Азербайджане, якобы для консультаций. Ну, вы сами знаете, что сегодня между Азербайджаном и Францией складываются как бы недобрые отношения, связанные с тем, что Франция в штыки воспринимает восстановление Азербайджана в свое суверенитет и территориальной целостности. И всячески на различных платформах французские парламентарии, депутаты, политики пытаются бить по Баку. Необходимо ли было вот такой шаг Франции, как бы вызов своего посла? Ну, на самом деле, во Франции очень сильна армянская диаспора, это голоса избирателей и шире их лобби. К сожалению, в России не все знают, что отношения Азербайджана и Франции сейчас, примерно, такие же, как отношения России и Франции. А Запад и Франция, в частности, всегда не очень хорошо относилась к Востоку, к исламскому миру, к тюрскому миру. Господин Макрон, видимо, хочет показать, что он альф-самец, не знаю, насколько у него это получается, и публично выразить свою антипатию России, Азербайджану. Он собирается в французских солдат отправлять на Украину то количество бойцов, которые заявлены, вообще ничего не любят в Украине. Зачем он это делает, не очень понятно. Но, так или иначе, надо понимать, что Запад вообще не любит суверенных игроков, в том числе Азербайджан. Суверенный игрок — это игрок, которому нельзя ничего диктавливать. Им это не нравится, но им придется с этим смириться. У Азербайджана есть для этого, понятно, сильные вооруженные силы, но главное еще и экономическая база. Снова, это экспорт нефти и газа, ну и вообще азербайджанская экономика, это и IT, и сектор услуг, и агросектор. То есть, в принципе, экономика достаточно диверсифицирована, это не заубежская Аравия. Соответственно, давить бесполезно, вместо того, чтобы, если бы я был вместе с Макромом, договориться о том, чтобы французские компании заработали на инвестиции в Карабахе, он делает то, что он делает. Ну, в общем, по большому счету, Азербайджану не жарко, не холодно от этого. У него много своих проблем. Непонятно, как Олимпиада пройдет, план террора и так далее. Соответственно, лучше бы он клопами в Париже занимался, чем лес за тысячи километров на Кавказ. Но, амбиция раз, армянская лобби два. Я так понимаю, что вы, по миротворцам, все сказали. Ну, да. Тема закрыта. Это отдельная история была. Я к тому, что вот вчера Никол Пашинян, премьер-министр Армении, он сейчас разъезжает по различным регионам Армении, встречаясь с жителем одного из села, сказал, что необходимо воспринимать нормально, что 50 метров от вас находится Азербайджан, что рядом с вами живут азербайджанцы. То есть, в этом плане мы знаем, что он очень часто выступает с различными противоречивыми заявлениями, а вот это вот заявление, оно как бы свидетельствует о том, что он тоже хочет закрыть этот вопрос, кейс Азербайджана-Армянский, как бы подвести, приблизить момент подписания мирного договора с Баку. Но мы знаем, что очень много, значит, интересантов зарубежных действует, которые вот в том числе вот упомянули Францию. Хотелось бы узнать, вот как будут складываться отношения между Россией и Арменией, ввиду того, что вот в последнее время в Кремле заявляют, что нас Россию пытаются выдавить из региона, а также вот ваши отношения, вот недавняя встреча в формате Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Армении. Есть такая, значит, ситуация, что Россия хотела бы применить Баку и Ереван на своей платформе, а Евросоюз, США, Запад на своей. И вот как бы идет конкуренция в этом плане тоже. На самом деле националистические настроения, особенно в диаспоре, сильны. И, соответственно, Россия отказалась решать армянские проблемы. Они надеются, что Евросоюз, Штаты решат эти проблемы. У них там лобби. Я не знаю, чем это закончится, потому что реванш военный – это самоубийство. Армения может с карты мира исчезнуть. Но, как сказать, люди, которые живут эмоциями, они мозгами не очень думают. А для Запада, наверное, это прежде всего возможность зайти за Кавкази. Что там будет, посмотрим. Для России все-таки Армения дело сейчас даже не десятая, а сотая. Главное – это Украина. Армянская экономика настолько маленькая, что особо никак на Россию не влияет, даже на Беларусь не влияет. Плюс Россия, она очень прагматична. Для России главное – это Азербайджан в плане коридора север-юг, в плане торговли в Персии. Соответственно, эти вопросы в приоритете. Ну, а, конечно, азербайджанская экономика там раз в шесть больше, чем армянская. Россия, в общем, все равно, что там с Арменией будет, как-то с чего. У нас есть, правда, такие опасения, но они, естественно, не озвучены официально. Вот если с Арменией что-то случится, беженцы побегут к нам. Ясно, что они побегут не на Ямал, не в еврейскую автономную область. Они побегут там, где тепло, где инфраструктура, это Краснодарский край, тот же, где и так большая диаспора. Соответственно, на плове беженцев, криминал и так далее. Но, в общем, в России пока власти вряд ли об этом думают. Такие опасения, они действительно есть. А вообще, все, что происходит между Западом и Арменией, ну, это у армян инфантильность. Россия не решила наши проблемы. Окей, пускай Запад решает. У нас там лобби, у нас там возможность как-то влиять. Мы пойдем на реванш. Но, на самом деле, если бы армянская диаспора реально хотела добра своей стране, они бы дали тупо денег и создали бы современную страну. Есть прекрасный пример Израиля, когда в том числе за счет диаспоры за 30 лет они создали эффективную современную экономику. Ну, и вроде даже с ядерным оружием, в любом случае, сильной армии. Вот они за 30 лет построили. Кто построил Армению за 30 лет? Особо ничего. Поэтому и результат войны был в 2020 году, тот который был. И сейчас они просто ищут инвестора, хозяина, как угодно называй, который решит их проблемы. Ну, что-то как-то, в общем, Советский Союз в силу коммунистической идеологии можно было так использовать в своих интересах. Это мы знаем. Особенно всякие африканские режимы. Но Запад он прагматичен, он считает деньги. Вряд ли что-то получится. А вот тут факт, вот вопросы те же самые, да, допустим, вывод 102-й российской базы в Гюмре, зависимость, в принципе, всецелая Армении от экономического планета, от Москвы. И, наверное, каждая страна хотела бы сохранить свою сферу влияния. Насколько радикально могут быть действия России, если серьезно будет угроза того, что вашу страну будут выдаливать из армии, из региона? Ну, на самом деле, после того, как Россия закрепилась в серии базы в Армении, уже не так принципиально, опять-таки, это миф, распространенный на Западе, что Россия как-то хочет вернуть СССР, нет, не хочет. Поэтому для России эти вопросы не настолько принципиальны, как думают в Ереване, может быть, и на Западе. Россия, конечно, хотела бы сохранить базу, иметь нормальные отношения, то есть более такой лояльный режим. В Ереване, с которым можно будет договариваться, но, повторюсь, Армения интересует Россию не больше, чем Молдавия сейчас. Ну, есть в Приднестровье, да, но так уж и все равно. Поэтому это дело абсолютно десятое. И я надеюсь, что, скажем так, основные игроки региона, Россия, Азербайджан, Турция, всегда договорятся по всем ключевым вопросам. И присутствие Запада не нужно. Как мы видим, господин Путин, господин Алиев, господин Ардаган ладят друг с другом, и всегда можно договориться. Александр, а вот что вы можете сказать, кроме проекта «Север-Юг» в плане взаимодействия экономического между Россией и Азербайджаном? Вот это трехстороннее соглашение от 9-го и 10-го ноября 2020 года подразумевало в том числе открытие Зангизурского коридора. И под этим документом стоит подпись Владимира Путина. Поэтому хотелось бы узнать, вот интерес России к этому коридору в территории Армении между Нахчеваном и Азербайджаном остается прежней? Россия всегда выступала за разблокировку всех торговых путей, за нормализацию экономических связей. Логистика для России очень важна в плане Турции. Это не только турецкие товары, это еще серый импорт. Но, повторюсь, все-таки это сейчас не приоритет. Приоритет это Украина и экономические связи с Белоруссией, это понятно. И со странами Центральной Азии, потому что это тоже серый импорт. На самом деле, даже у нас в Думе, когда Небюльна глава ЦБ выступала, ее там депутаты, вот, карты МИР перестала использоваться в странах Центральной Азии. Надо как-то ответить. Но она так вежливо сказала, что не надо отвечать. И вообще, это тема, которая не очень хорошо подходит для публичных дискуссий. На самом деле, главное для России, что во всех этих странах, особенно в Киргизии, там серый импорт. Серый импорт, он критичен для российской экономики. Это важнейший момент. Плюс после Крокуса, ну, антимигрантские настроения в России сильны. Но надо понимать, что не будет мигрантов, сразу будет рецессия. Российская экономика хорошо сейчас растет. Поэтому для России вот эти моменты важны. Кавказ, конечно, важен. Но это все после Украины, после смягчения санкций и так далее. Хотя, конечно, если бы армяне руководствовались голой экономикой, то они бы выполнили все, что они подписали в 2020 году. Наверное, они бы жили немного богаче. Александр, вот я сказал, что между важными сейчас, как говорится, прибежала черная кошка между Ереваном и Москвой. Но тем не менее, мы видим, что экономика, экономические товарообороты между двумя странами растет как такими очень быстрыми темпами. Вы упоминали Крокус теракт. Многие говорили, что Крокус – это дело силовиков российских. И это направлено на то, чтобы в России объявить новую волну мобилизации и еще более усилить давление и военные действия против Украины. Ну, на самом деле, нет необходимости, потому что очень много добровольцев идет на фронт. Альта после Крокуса количество добровольцев сильно выросло. Я очень люблю пиратов Карибского моря, там, когда воробей-то должен 100 душ поставить. И он спрашивает, где-то возьмешь 100 душ. Он говорит, ну, о качестве этих душ же никаких требований нету. Ясно, что за Крокусом стоят украинские спецслужбы. То, что они наняли таджиков. Ну, так, Таджикистан, мягко сказать, страна не очень богатая. Люди там согласны на все. К тому же, в общем, надо понимать, что Таджикистан – это очень слабая экономика, которой там практически нет. Перспективы не ясны. У России и у Таджикистана мало чего общего. Потому что Россия – частичная часть Тюркского мира. Была золотая орда. Ну, а таджики – горные персы. Когда Скобелев вот эту территорию-то взял, в Петербурге было полное изумление. А зачем это надо? Ну, молодец, империя расширяется. Там, кстати, есть очень интересный момент. Когда в российских прежних источниках берут завоевание Скобелева, у него не так много бойцов-то было, а против него тысячи и тысячи. Я никак понять не мог. Как же так? Такая небольшая армия развивала такую территорию. Артиллерия, выучка, более качественные огнестрелы – это все понятно. Все равно их мало было бойцов из Скобелева. Но случайно вылезло, что у него, естественно, казна была от Российской империи. Он просто казахов занял за деньги в качестве вспомогательных бойцов. Они сыграли соответствующую роль. Но так Россия и Таджикистан. Потом после Скобелева пришли красные. На самом деле, посмочения не разбили, они их выдавили. Но в Среднязе было как везде. Как и в Балтике, как и в Украине, как и в самой России. Там было разделение. Красных поддерживали по-простому бедные. Бедные надеялись, что красные придут, все отберут. Ну и, соответственно, будет их власть. А богатые, они красных не воспринимали. Так было везде. Хоть в России, хоть на Украине, хоть на Кавказе и так далее. Богатые ушли. Их выдавили. Нельзя сказать, что красные разбили басмачи. Нет, они ушли. Другое дело, что басмачское движение было завязано потом уже на британские деньги. Но когда уже Гитлер стал прямой угрозой, Сталин болтал. Ладно прекратить их финансирование. Сейчас в России, в Таджикистане база, честно, я не знаю, нужна она России или нет. Она же против талибов была изначально. Сейчас вроде с талибами отношения нормальные. Общаюсь с таджикскими экспертами здесь, что я перебил. Они говорят, что в отличие от Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, которые к талибам относятся нормально, мы видим в талибах все-таки угрозу. И для нас российская военная база – это, как говорится, еще один элемент для обеспечения безопасности от Афганистана. Это я сейчас не говорю ни в плане пророссийских интересов, а вот то, что таджики говорят. Ну, наверное, они боятся, да, потому что считается, что талибы легко могут взять Таджикистан, если захотят, без России. Но насколько вообще сама Россия, скажем так, заинтересована защищать Таджикистан? Потому что с казахами, с кергизами, с узбеками и культурные, и экономические связи, я думаю, если бы не было таких жестких санкций, то Узбекистан бы, скорее всего, вступил в ЕС. По крайней мере, такие разговоры были, но случился сначала ковид с закрытием границ, а потом СВО. А Таджикистан, ну, России не особо нужен. Действительно, не так мало таджиков в итоге получает российское гражданство. При этом все-таки российская ксенофобия, она имеет, я сам был медвейный евразийц, их не выношу, но она имеет некоторую логику. Потому что люди, которые приезжают в Россию, они не должны становиться русскими, но они должны соблюдать законы никакого криминала и нормально знать русский язык и так далее. Ну, в общем, с таджиками есть действительно проблемы в этом отношении, это правда. Например, с киргизами вообще никаких проблем нет. Что касается казахов, мало кто едет, на самом деле, потому что уровень жизни сопоставим, особенно на фоне санкций в России. С узбеками я не слышал, что были проблемы. Давно инвестбанки посчитали, что в Москве намного дешевле постоянно пользоваться такси, чем иметь свое авто, если вы не ездите на Черное море на машине. Я постоянно пользуюсь такси, в основном узбеки. Но очень приятные люди с прекрасным русским языком. Можно обсудить все, что угодно от Плова и Долмы до Тамерлана. Так что узбеки смотрятся очень неплохо. И опять-таки Узбекистан не отсталая страна. В 2019 году экономист их признал открытием года. У них просто демократия. Демократия такая, что рынок труда увеличивается на 700 тысяч каждый год. Эти люди должны где-то работать. Не только в России, кстати, они же едут. Они там и в Корею Южную, по-моему, едут, и в Эмираты. Ну, так или иначе. Дай Бог, у Узбекистана получатся все экономические реформы. Они нация тетская древняя, очень успешная в бизнесе. Они чтут Тимура. Срать не буду, я Тимура не очень люблю, потому что он сжег сырой баке и фактически покосил золотую орду. Лев Гуглев, правда, писал, что орда все равно накрылась, потому что число пассионариев резко падало. Ну, так или иначе, да, Тимур, он, в общем, слишком суров. И я считаю, что Москве просто сильно повезло, что не пошел Тимур на Москву. Если бы Тимур сжег Москву и ликвидировал вообще московское княжество, что ему было очень легко сделать. Наверное, столица той страны, которая была бы на территории Российской Федерации, была бы не в Москве. И, наверное, основной религией России был бы ислам. Но так получилось, что Тимур не пошел. Очень много версий почему. Есть такая романовская версия, что так хорошо помолились в Москве, что Тимур передумал. Есть версия современных чеченцев, я нормально к ним отношусь, но мне кажется, немножко странная версия, что они восстали в Толу Тимур. Нет, они действительно восстали, но Тимур был настолько силен, что, я думаю, ему по барабану были все восстания. У Тимура была очень хорошая разведка. Есть точка зрения, что Москва бедно жила, но и просто поход был нерентабельный. Есть, правда, азиатская версия, я думаю, что мои братья-казахи правы, то, что просто болезнь нехорошая. И, соответственно, Тимур решил, что раз ООН и Генштаб заболели его, на Москву мы не пойдем. Но экономика, я думаю, тоже собирала свою роль. Москва все-таки на тот момент не такая богатая. Налоги уходили в Орду. Понятно, что, на чем и поднял сам московский князь. Условно, в Орду надо было перечислять 100 рублей, а он собирал из других княжеств со своих 200 и 100 оставлял себе. Но все-таки на тот момент Северо-Восточная Русь – это такая, ну, конечно, не бедная, но провинция. И по сравнению с Востоком, денег там было пограбить не очень много. Вообще, в чем прав господин Лавров? Доминирование Запада в мировой экономике началось 500 лет назад. А до этого наиболее развитые страны и в плане экономики – это Восток. И, соответственно, там были основные деньги. Почему Запад стал доминировать? Да на самом деле называется много причин, и все причины – они справедливые. Чума XIV века. Очень много людей погибло. И стали выращивать продовольствие на продажу. Византия, которую разграбили крестоносцы. Да, протестантская мораль – много работать и быть скромней. И географические открытия, научные открытия. Но все меняется. Мы видим, что западные этносы, они, по Гумилеву, старые. И, соответственно, они уже мало что могут. Вот не хочу обидеться армян, но это просто правда. Они очень любят говорить, что они самый древний христианский народ. Ребят, если вы древний народ, значит, у вас уже все в прошлом. Но вот приходит глубокий старик, мужчинам взрослым, говорит, парни, а я старше вас буду. Ну да, старше. Поэтому ты ничего не можешь, потому что уже старик. Удивляться, в общем, этому вряд ли можно. Хвастаться. Быть древним народом не очень хорошо. Исключение – это евреи. По той простой причине, что, как Гумилев писал, это законсервированная профессионарность. Плюс они, наверное, это была, в общем, линия раввинов, они старались обновляться. Они брали и кровь из других народов тоже. Но так или иначе, они сохраняют свою профессионарность, свои мозги, что мы видели на протяжении всего XX века. Это присутствует. Ну и, кстати, древний христианский народ. Был у меня случай такой, когда я был еще достаточно молодым человеком. Я работал в финансовой компании в хорошем, московской. Брали меня туда на работу нефтяники, российские силовики. Но потом армяне отжали, потому что у них бизнес это. И там инвестиционный комитет, комитет по рискам. Я был единственным русским. И когда я услышал, что самый древний христианский народ, когда ты молодой, ты не так фильтруешь, что ты говоришь. Я сказал, ну как же самый древний христианский народ? А ничего, что все апостолы были евреями. Ну, в общем, мои слова, конечно, очень-очень не понравились. Это я запомнил. Хотя, в общем, отрицать Библию вряд ли можно. Древность, древняя история. Но это не повод чем-то гордиться. Как главным. Главное это кто ты сейчас. Это твои достижения сейчас. Есть еще важный момент. Не стоит воспринимать людей, которые жили на твоей территории, как твоих там дедушек и бабушек. Ну, что общего у современных итальянцев и у древних римлян, например. Вот мое мнение, что русские великороссы, они сложились только при Иване Грозном. И в основе была тюркская аристократия. Вот наши российские, русские нацисты любят говорить, а вот исследования, вот в русских мало тюркских ген. Ну, правильно, у крестьян мало тюркских ген. Потому что Орда это закон. Никто славянских крестьянок массово не насиловал. Но что вообще крестьяне могут? Да ничего. Все решает правящий класс. А правящий класс он был до Петра Великого Ордынским, Восточным. Ну, Петр, понятно, хоть считается его мать Нарышкина была татаркой, он опирался на Европу, на немцев. Не потому, что он там, ну, так Европу любил. Просто у него выбора особого не было. Немецкая слобода, европейцы его поддерживали. Его все время пытались убить. Кучу заговоров. Ну, выбора-то у него не было. Он просто как сильный мужик. Кто был за него, тот молодец. Екатерин Первую куртизанку сделал империатрицей. Вроде как, ну, конечно, никто свечку не держал. Ему Менечков сказал, Менхерц, куртизанку империатрицей даже двор не поймет. А уж там говорит про церковь и так далее. Мол, люди, ну, плохое скажут. Ну, от этого сказал, ну, кто скажет, тот на плохое и отправится. Молодец он. Да, он, кстати, создал Российскую империю, которая 200 лет простояла, Романовская. И, наверное, она простояла бы и дальше. Не было бы никаких большевиков, если бы Николай II не был таким царем, каким он был. Он просто, не просто слабый, безвольный. Никакой царь, может, действительно, он хотел стать мучеником. Вряд ли мучениками хотели стать подданные его. Но он империю угробил. Более того, если посмотреть, ну, независимо, да. И что церковь там говорит? А вот просто. Он отрёкся от престола в военное время, предал своих подданных. За это его Всевышний наказал. Достреляли его и его семью. Вот и всё. Получил он по заслугам. Ну, да. То есть, я так могу сказать, в современной России одна из главных претензий к церкви, зачем канонизировали Николая II. Ну, есть точка зрения, что это было требование зарубежной русской православной церкви, когда они объединялись, по-моему, в пятом году, признать. Ну, так или иначе, конечно, связь Николая II большим вопросом. Александр, мы с вами начинали беседу с вывода российских мирокурцев и отзыва французского посла в Париж. Но разговор пошёл совершенно в другой, как говорится, манере. Другие темы. Как бы об интересах России на Южном Кавказе сказали. И в Центральной Азии остались как бы не затронутыми Туркменистан и Грузия. Вот сейчас в Грузии ведут процессы, ну, там, как получается, считается, что правительство пророссийское от Иванишвили. И президент прозапад. Вот поэтому хотелось бы узнать у вас об интересах России и сейчас вот с этими двумя государствами на нынешнем этапе развития. Туркмени очень интересная страна, четвёртые запасы газа в мире. Соответственно, это приз, который, конечно, должен, наверное, прежде всего принадлежать народу Туркмени. Но они имеют с экспорта в Китай денежку. Можно, конечно, разбурить всё это, иметь намного больше денег. Кто это в итоге получит? Наверное, Евросоюз бы хотел разбурить, построить газопровод в Европу. Но нынешние власти Туркмени, они очень замкнутые ребята. А вот нас в России они ссориться, конечно, не будут. По разным причинам. Я считаю, что Туркмения, имея, конечно, бакшиш с газа свой, вполне может стать частью единого евразийского рынка. Я очень на это надеюсь. Что касается Грузии. Я не хочу грузинам обидеть, но у них очень долго было привилегированное положение. В Российской империи они очень грамотно разыграли карту, что они христиане, что им надо помогать там, ну и так далее. Есть даже такая точка зрения, что Ермолова послали на Кавказ, потому что грузинские купцы ехали в Питер с товарами, и чеченые кровады разграбили. Сталин, понятно, Грузия тоже была в очень-очень привилегированном положении. Потребление в Грузии было намного-много выше, чем и в России, и в других республиках СССР. Сейчас в чем сложная ситуация? Это Абхазия и Южная Осетия. Понятно, что Грузия не смирилась с потерей территории. С Абхазией у Российской Федерации своя главная боль. Я не знаю, кто там прав, кто виноват. Я думаю, там прежде всего деньги замешаны. В Абхазии майнинг был очень развит. В России, кстати, в этом году будет легализация майнинга. И основные фермы станут абсолютно легальными. Может быть, даже кто-то на IPO пойдет, на московская биржа. И очень много абхазов живет в Турции. Надо сказать правду, почему они там живут. Они просто убежали от того геноцид, который проводила Российская империя. Я много раз говорил, что Российская империя, да, она была помягче, чем бриты, те же или испанцы в колониях действовали. Но она тоже была очень жестокой. Иначе бы она не состоялась. И нечего этого стесняться. Она сурово себя вела. Поэтому отношения с Ардаганом там много моментов. Для самой России Абхазия, ну прежде всего, Черное море, военная база. Для России Абхазия это еще отдых для бедных. Если у тебя нет денег, езжай на машине в Абхазию, и все будет хорошо. С Осетией вообще ситуация... Ну, считается, это Сталин, я думаю, не знаю. Осетины разделенный народ, да. Северная Осетия в России, Южная Осетия. Они очень хотят, чтобы была просто Осетия. Но Путин, известно, просто жестко поставил все это на паузу в 1917 году. Почему? Потому что России не нужен фронт на Кавказе какой-то, с Грузией и так далее. Что там делать в итоге? Я не знаю. Я думаю, что Осетия, конечно, Южная в итоге войдет в состав России. Разделенный народ это неправильно. Судьба Абхазии не ясна. Так или иначе, я думаю, что линия Кремля, если Грузия хочет войти в Евросоюз, ради бога. Но против присутствия НАТО. Потому что НАТО это военный блок. Я, кстати, не знаю, почему в Кремле никто не додумался. 25 лет назад по поводу Прибалтики. Но они же очень маленькие страны, при Балтийске. Там для этого все плохо. Соответственно, можно было бы создать Балтийскую конфедерацию. Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Финны бы взяли решетства, инвестиции. Они были бы в Евросоюзе автоматом. Но тогда не в НАТО. Россия очень болезненно воспринимает НАТО. И на самом деле, основа этого отнюдь, скажем так, не советская история. Это бомбардировка Югославии. Есть еще история. Расскажу. Я могу озвучить такую очень, я бы сказал, запретную тему новейшей истории России. Есть такой фейк, сразу говорю, это фейк стопроцентный. Что в октябре 93-го года, во время противостояния между Русским и Ельцином в Москве, на стороне Ельцина, ну, две версии. Либо Чебака Гусинского и российского и еврейского лобби, либо просто израильский спецназ пострелял в Москве кучу народу. Верняка. И какие плохие евреи, соответственно. Откуда это вообще пошло? Это пошло непосредственно из окружения Русского. Почему это пошло? Они в момент штурма настолько эмоционально были накручены, что они искренне в это верили. Вот идут боевики, вот сейчас всех убьют и так далее. Это стопроцентный фейк. Я говорил с человеком, который жестко со стороны Русского был, который потратил много лет жизни, вопрос этот изучить. Человек очень в военных делах знающий. Это фейк. Что же было на самом деле? Потому что дым беззаметно бывает. Реально были дословно мужики в белых штанах, которые постреляли в Мирняк в центре Москвы. Это были наемники Грачева. Ну, как вот в Карабахе были наемники Грачева тогда. Но они не имеют никакого отношения к евреям. Это первое. А второе, вот как раз, это именно натовская история. Российские силовики знают это. Действительно, были то, что в официальных сводках говорили снайперы. Неизвестно. Ельцин не был уверен, что армия его поддержит. Он даже не был уверен, что армия не развернется штыками и не возьмет его в плен. Ну, не было. Соответственно, надо было, чтобы армия точно выполнила приказ. Это не только деньги. Армию надо было разозлить. Снайпера обстреляли. Армию, которая заходила с белорусской. Ну и, в общем, да. Армия выполнила приказ так или иначе. Там, правда, был момент один. Я думаю, они просто не разобрались. Они обстреляли еще Альфу. Которая шла фактически... Ну, принимай капитуляцию русского. Альфа развернулась и хорошо их потрепало, этих ребят. У них тоже были двухсотые. Теперь важнейший момент. Что это были вообще за люди? Они не имеют никакого отношения к евреям. А слово совсем. Это были наемники из бывшего СССР. Ну, без русского языка в Москве делать нечего. Это понятно, да? А вот. Кто заказчик? Кто платил? Кто все это устроил? ССРУ? ССРУшники это устроили, да? Соответственно, эта история... Это действительно прямое вмешательство. Ну да, в российское противостояние. Но так или иначе. Я не осуждаю американцев. Так действует любая империя, любая держава. И российский спецназ, кто там дворец Амин в Афгане брал, Россия была слабая. Американцы поддержали Ельцина таким образом, потому что он выражал в значительной степени их интересы. И там грушный спецназ в разных странах отметился, да? Но эта история есть. И, соответственно, отношение к НАТО очень болезненное. И у российского общества, и у российских верхов. Израиль здесь вообще никаким боком нет. Нет, у многих олигархов первой волны российских евреев была хорошая служба безопасности. Как у любого олигарха в то время, но как-то без службы безопасности. Но это совершенно другое, извините. Они не вмешивались в эти дела политические тогда в центре Москвы. Ну вот, такая история. Спасибо вам большое, Александр. Интересно было вас слушать очень. Мне тоже. Я всегда рад пообщаться. Обсуждали тему Карабаха. Я еще раз поздравляю Паку с победой. Могу рассказать историю лично, она немножко связана с Карабахом. Шушуль. Да, я слушал. В Москве, на Арбате был азербайджанский ресторан «Шашлык-машлык». И я позвонил, что ли, заказал. Я там свои возлюблены праздновал годовщину отношений. И я приехал, и ресторан они закрыли. Потому что азербайджанец Аксакал праздновал 75 лет. Дети, внуки, родня там, друзья. Ну и мы так тихо около окошка сидели. Ну, праздник очень хорошо шел. Где-то в начале 10-го вечера они обратили на нас внимание и сказали, что мы должны тоже, в общем, поздравить именинника. А я, Светлана, сказал, ты сиди. Я сказал, что уже пожелали здоровья, долголетия, успеха в делах детям и внукам. Я, конечно, могу присоединиться, но я скажу о другом. Я вот прямо сейчас по телефону смотрю, как готовится, начинается, что рушу шли. Я просто пожелаю удачи тем, кто идет на смерть, кто станет шахидом. Потому что люди, которые идут за родину и за веру, они попадут в рай. А, ну, Путин это цитировал, но это, в принципе, идет же от ислама. А наши враги просто сдохнут. Вот я сказал, что дошнаки просто сдохнут. И очень понравился мой тост, мои поздравления. Они долго аплодировали, я даже не ожидал. Вечер был очень хороший. Так что я поздравляю еще раз победу. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с членом наблюдательного совета гейдзи финансовых аналитиков и риск-менеджеров, где кандидатом экономической наук, инвестиционным аналитикам, русским евразистом Александром Разуваевым. на моем аплодисменте. Мне понравился современный разговор с Васимом Бабаевым. Еще раз спасибо большое, Александр. Очень интересная была беседа, очень интересно было вас слушать. Вам спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»